Никто мы налетаем на НДС, на те же проценты. И здесь идет вот поиск какой-то середины, который нет. Саша, я хочу что добавить, просто надо найти. Дело в том, что последнее постановление, не кажется, наявилось еще правительство Зухово, было как раз касалось направления целевого обучения. Оно мало где опубликовалось, но там было прописано, что предприятие может направлять на целевое обучение, в том числе абитуриента, не принимая его на работу. И тогда получалось, что это за счет не прибыли предприятия, а за счет расходов. Вот надо где-то поискать вот это. Вот последние два месяца Зухово, да, посмотреть постановление, оно действительно было интересно тогда, просто мало кто о нем знает. Здесь идет речь о финансировании базовых капиталов. Это понятно, да? И прочее, тут немножко есть различие. Значит, если вы позволите, последнее, что хотим сегодня анонсировать из интересного. Сегодня базовая кафедра средствового клуба УОО готовит положение. Положение по конкурсе дипломных проектов. Мы призываем всех студентов ВУЗа прийти к нам на базовую кафедру, чтобы согласовать тему дипломного проекта. Далее, эта тема дипломного проекта попадает в ВУЗ. Есть определенные критерии. Эта тема должна быть интеллекта предприятиям, нашим предприятиям. То есть она будет согласована со специалистами предприятия. Может быть, назначен куратор еще со стороны предприятия. И вот победители, они будут скоро награждены ценными призами. Более того, не только победить любому ребенку, а чтобы была мотивация, то научные руководители тоже должны получить часть этой премии. Причем вы здесь заявляете, какие хорошие деньги? Причем, значит, что... Заявляет? Нет, деньги будут хорошие. Причем интересные. Вы видите, как это? То, что... Отвердительные. Да. Сразу студент, конечно, и деньги не получит. А пока мы проработаем вопрос, что студент, который выжил конкурс нефонных проектов, он должен прийти на работу на предприятии. И далее он получит деньги в течение года в качестве надбавки в должностном окладе. Будет получать ежемесячно. Хорошо. Вот такая схема. Передина вооружения. Это к вопросу Михаила Алексеевича. Выявление лучших студентов, выпускников. Это одна из, в общем-то, тоже критериев, которые уже количественно позволяют через конкретные вот эти работы. Интересное тоже предложение. Вот Климов проводит, например, они конкурсы. И в военвеке у нас, вот мы, кстати, вот, как же самые популярные у них стали по количеству этих стипендиатов, лучших студентов, они делают именные Климовские стипендии. И, значит, ну тоже это по порядку обязательных. Это учеба в течение там семестра или года. Это достижение в виде статей, выступлений, олимпиад и так далее. И все с вами по совокупности, там бальная система, и все это оценивается. Так вот, мы все время тут спрашиваем количественные оценки, как выявлять лучшего студента. Вот из вот этих мелочей как раз складывается это вот оценочное поле. Так вот. Все? Все, я... Ну, вопросы задавайте. Вопросы с Генкой как-то, по-моему, любите говорить. Контактная информация была на стороне, пишите. Так, есть ли еще у кого что сообщить? То есть я хотел еще раз обострить вот эти вопросы, которые у нас будут звучать. Целевой прием целевого обучения, значит, ну это у нас отдельная секция. Школа русского предприятия там проводят у нас начальник управления доженовской целевой подготовки. То есть вопрос, как сейчас, как-то повышается требовательность предприятий с одной стороны, то есть мы теряем целевых студентов. Теряем. А вот с требовательностью восстановить численность, либо это связано с тем, что уже не нужна такая потребность, и хорошая система прогнозирования среднесрочного, там, перспективного предприятия, налаженного нам, это вот немножко не понятно. Понимаете, о чем я говорю? То есть по, так сказать, целевому приему там две формы, гособоронзаказ и, например, по прямым договорам сейчас, можно, так сказать, это за заказом целевой подготовки организовывать. То есть либо уже потребность падает по некоторым направлениям специальностей, либо раньше были завышенные циклы, либо прогноза нет, так сказать, достаточно квалифицированного, так сказать, это, ну, так, вы хотели прокомментировать? Ну, да, инфига небольшая. Начальник, как я говорил, так, проводник команды «Пригорных» по системе Роскосмоса. По поводу этих прогнозов, да, нам это будут показать, что это система Роскосмоса, ну, так, как в Курсаде вместе, там, перспективы, там, хоть до 2000, там, в общем, до 30-го года, когда программу принимали космические, вот. Дело в том, что спрогнозировать, ну, практически невозможно, нормально. Я считаю, но это, как личное мнение. Сейчас, по крайней мере, в системе Роскосмоса, не знаю, вот, по крайней мере, вот, читая, там, доклады, пока, говорю, работают, там, предприятия, отрасли в целом, могу сказать то, что одна из проблем, не только в нашей отрасли, я думаю, это старение персонала. Понимаете? По существующим сейчас законам, если раньше как, 60 лет мужчина, 50 лет женщина, руку пожали, подарок поручили, а то и на пенсию. Сейчас этого сделать по закону невозможно. Почему? Потому что, ну, вот, даже, например, в СОБД, я могу сказать, у нас, ну, как, пытаюсь бороться лично там, обращая внимание руководства, но когда 35, там, 5% персонала у нас, инженерного состава, в том числе, много тех людей, которые уже находятся за пределами пенсионного возраста... Немного за 30. А? Немного за 30. Ну, так скажу, видите, так, примерно, цифра одна, если, так, грубо говоря, тех, кому за 75, 35 человек. Это живо с СОБД, да? Я воспитываю так, как и всех тут сидящих на... Мы уважаем наших ветеранов, заслуженных, все их цели и прочее, но должен быть какой-то разумный предел, понимаете? Почему я могу сказать, что даже надо, сколько мне нужно студентов? Потому что у меня в отделах, особенно научных, сами иногда работники приходят, вот у меня сидят ветераны заслуженные, да, не прошло тяжелое время, веки 90-е, когда 35 на грани развала и прочее было, но они остались, их же не выйдешь просто так, не избавишься там, и все, вы нам не нужны свободно за забор, понимаете? Поэтому здесь вот я тоже говорю, до директора, до национальных отделов, он еще говорит, проводите, работайте дальше, чтобы нам места освобождать, вот под студии, под молодых инженеров, под студентов, выстрелов, понимаете? Вот это вот вопросы прогнозирования здесь, вот так, чтобы... Вот мы тоже, мы заказали, я пришел, мы убрали цельвяков, там, вот я пришел, ну я вообще, в этом, я достаточно молодой, 5 лет скоро будет, вот. Там 2-3 человека, ну сейчас мы расфирируем, там, 12-15 человек цельвяков, сколько мы их пили, я, например, не могу сказать, поэтому, если идет, так сказать, ну, плановый отсев цельвяков, от камеры, я не знаю, стоит ли на них места вот сейчас брать, прогнозировать что-то дальше, ну еще на год вперед, там, на 2, что-то можно подумать, но никак не на, там, 5-6 лет вперед, понимаете? Это очень большой проблемный вопрос. Это и есть, да. А вы придерживаетесь какой оценки, сверху или снизу? Ну, допустим, минимальная, так сказать, по прогнозу вашему, даже грубому, там, 2 человека, максимальная 5, сколько вы будете заказывать? Конечно, по максимуму. По максимуму все равно, да? Всегда можно потом найти какое-то компартистное решение, если человеку, там, в консервисах можно найти какой-то критерий, по которому ему отказать, ну, именно работу, даже в нарушении этого договора. Потому что действующие договоры с приемом обучили сейчас, все, и, конечно же, с точки зрения юридической, он, ну, довольно несовершенен. Если мы, например, продолжим, так, с большим учетом дегатива, ну, какие, к чему мы можем его ввязать? Ну, и второй важный вопрос, мы тут, как бы, тут немножко эмоционально встряхнулись, это очень хорошо, по поводу целевого приема. Финансирование мы тоже обсудили, базового капитала. То есть проблема есть, она держена, к сожалению, на таком системном уровне, потому что, в принципе, вот мы в проекте решения даже записали, что почему нельзя освободить там налога, допустим, те средства, которые предприятие там храдит на базовый капитал. Ну, в принципе, если какие-то еще есть вопросы, то можно сейчас задать хотя бы. И у меня просьба, есть ли какие-то комментарии, может быть, вот по проекту решения нашей конференции? Ну, в принципе, все нормально, сравнанно чисто все еще, вот, так, если кто не задавал. То есть, если кто-то это учтет, потому что в нашей инфраструктуре предприятие, когда мы получили еще ровно, сейчас мы уже соберемся, когда с принятием этого решения, и лица главы получили еще эти данные законы. Вот видите, как мы все синхронно работаем, так еще раз мы можем. Вот такая есть фраза, вот, организация научно-производственского технического просто предприятия ОБК. Я, если ты, может быть, не знаю, я тут кто-то из военных, тут не один может быть такой. Как бы у меня шлась впечатление, что у нас только сейчас задача, нужно создать, создать научные роты какие-то там, ну, вот, не знаю, может быть, они эффективны, но при ней, при ней. Вот. А еще сейчас производство научно-технических, такое впечатление, что это, ради того, чтобы заражение влияли от армии отмазать, чтобы не служили. Ну, такое впечатление, Слава. Ну, научные роты, это, тут, слово рота, наверное, вы абсолютно правы, потому что научные роты, это люди, которые проводят действительную военную службу, военных дней. Это все красиво, потому что они отпустятся от Министерства обороны. То есть, вот здесь надо править, это, просто сказать, мы хотели подхватить эту волну Сыжевска, вот эта фраза была, и я еще как-то ее и не проникся. Но рота не может, подразделения какие-нибудь, но не роты. То есть, это, фактически, альтернативная служба. Ну, собственно, они, речь идет о, допустим, выпускниках, которые, значит, после ВУЗа могут пойти, ну, не по здоровью, не прошли военную кафедру, нет военной кафедры. И, значит, они уходят в армию, предприятия не всегда в нем заинтересованы, поскольку вот этот разрыв, он очень иногда бывает существенным. Так вот, уже давно мустируется вопрос об альтернативной службе, вот как там, допустим, эти санитары, так сказать, альтернативная служба, там, в госпитале, там, в больницах, так и здесь, на предприятии. Но, если там все очевидно, там, в госпитале, там, носилки взял и пошел, так сказать, с ровными. То здесь, ну, я согласен, тут надо, наверное, посмотреть, подрихтовать. Это не научно производству народа, поскольку человек является сотрудником предприятия. Это альтернативная служба, фактически. Такого, ну, здесь согласен. В современных условиях каждый мужик должен с рульем побегать. Сейчас, тем более, срок службы в один год, всего лишь. Не были годы, как нет, создать, чтобы он в этот пять году взял другую работу. Как бы вопрос в чуть-чуть другом, что, к сожалению, военной кафедры сейчас очень мало, не в вашем земле, другие были в военной кафедре, потому что мало ребят берут на военной кафедры. И здесь важно, что... Здесь вопрос в другом сейчас, на самом деле. Есть еще сейчас на военной кафедре, и у нас, довольно массовая подготовка сержантов и рядового состава. Но это слышно образование? Нет. Они выходят, это у них совершенно укороченная программа, они там тоже проходят сборы, и они тоже освобождаются. Поэтому, может быть, этот пункт и подрихтовать, и выпускники. Тут основная цель-то была, наших оружейников с этого, с Ижевска, это, чтобы, так сказать, предприятие могло иметь у себя всегда выпускников, и не было вот этого прерывания из-за ухода на действительную военную службу. Вот это как раз, чтобы резко исчезать, он меняется. Он целевик, он ушел в армию, и не вернулся. Если мы берем слово «роды», если именно после взаимодействия не были, то почему? Нет, что он сам, все-таки как раньше брови, ну, да, в моей группе, если мы сняли, а сейчас находят под новым, опять, как будто, это было разумно. Так что, что... Здесь целесообразность, она очевидна, но вот как это все сделано? Давайте подрастаем дежурное название, а так мы похожи. Можно узнать «роды»? «Роду» убрать, потому что они не служат в подразделениях мистерства обороны. Они... Вот здесь была идея на предприятия. Они идут, ну, я уже говорил там, их револеты, альтернативные, ну, вот, аналогы. Нет, ну, то есть может быть, что, если время, а у нас еще вперед, да, подумать, потому что... Да мы уже начали. Нет, да. Мы уже начали, мы перешли заключительную часть. А не народ. А вот подтянешься. Я, наверное, совсем не понимаю, как человек-выпускник воевнерка, да, который получил высшее техническое образование, да, и может, грубо говоря, из булавки сделать ракеты, я так умудрюю чуть-чуть, да, и Тевальмой сержант. Может быть, все-таки это стояло на том, чтобы увеличить прием на военную камеру, пропускать лейтенантов запасно, если уж так пошло, с обязательной обработкой для военных предприятий. Министр обороны, независимо от количества учеников и вузов, установил квоты. Мы уже несколько раз обращались об увеличении, об расширении спектра воинских учетных специальностей, чтобы приписать даже те направления, которые ново у нас лицензированы, чтобы их тоже определить куда-то. Потому что вот мы вновь лицензировали, например, электроэнергетику, теплотехнику, да, и прочее. Они у нас никуда не приписаны. И они уже обречены в настоящий момент на довольно долгое, значит, они лишаются обучения на военной камере. Нет, так вот, может быть, как раз этот вопрос еще раз. Этот процесс довольно длительный. Надо звуком мы уже вот третью итерацию будем. Нет, так, в свете последних и рассады, да, в мировом пространстве еще раз обратить на это внимание. А мы все время обращаемся. Нет, так я понимаю, вот сейчас еще раз обратить внимание на наши конференции на это. Почему бы нет? Вот, например, многие предприятия считают, обратить надо обязательно. Вот многие генеральные директора и господкара. Я говорю, в настоящее время могу отмазать любого от армии, выпускника, чтобы он работал. Но мне важно военная кафедра, потому что он получает 450 часов эксплуатационной подготовки. Конечно, конечно, да. Вот о чем говорил Владимир Константинович, вот наш ветеран, что в чем еще, так сказать, дополнительный бесценный опыт, который он нигде не получил. Что нам сейчас мешает, это добавить. Не практика, если что угодно. Что нам сейчас мешает, это добавить. Да, еще раз обратить. Ну, ведь честь будет. Добавить. Добавить. Это да, это наше предложение. Мы уже устали добавлять, и, видимо, в общем, устали. Каждый день что-то меняется. Да вот сейчас может это пройти. Почему бы не начнем? Давай добавим. Да, добавим, когда нужно. Для государства. Добавим. Потому что, я еще за счет. Именно чтобы, вот именно оборонного процесса, получение дополнительной компетенции в части эксплуатации военной техники. Да, потому что я сомневаюсь, что 20 лет назад назад выпускал бы меня офицер запасов, а не будет хуже, чем своевая офицер. У нас сейчас уже офицеры кадровые, которые через его цепь проходят, мы думали, они будут у нас так ущербными, поскольку они не полноценно и пошли в военные эти учебники. Ну, вот, а надо регулировать. Так вот, выясняется, что сначала они топтутся три месяца и кадровики, вот эти кадровые, выпускники кадровые в военных училищах, а потом они вдруг выходят на лидирующую роль. Вот у нас два года назад закончил наш студентик, с трудом его, кстати, выкислили в учебную.